Повторное открытие мира В 1521 году на севере острова высадился Магеллан. Непроходимые джунгли южной оконечности острова не пускали чужаков вплоть до 19 века. Кусто-вердюр Сарано и их предприятия Проводник чувствует, как за ними захлопывается зеленый капкан душных зарослей. В этой глуши даже эхо отказывается повторять их слова. Что скрывается за изогнутыми низкорослыми пальмами Ниппа? Живые, подвижные, растущие горы неохотно пропускают солнечный свет. Веками они защищали этот уголок от путешественников и авантюристов, зато местные жители, рыбаки Баджау, находили в этом лабиринте необходимое пропитание. В соленой среде разрослись непроходимые мангровые заросли, а среди извилистых корней и ветвей нашли убежище многочисленные животные. Это мир небесных и водяных существ. Растительный бункер в дождливом экваториальном климате стал почти неприступной крепостью. Команда «Калипсо» приехала, чтобы изучить ни с чем не сравнимую изысканную и хрупкую красоту Борнео. Плавучие джунгли Борнео Продюсеры Жак-Эв Кусто и Хэдуидж Бьен-Веню Автор сценария Францин Трипле Композитор Андреас Фоленвайдер Фильм Жака-Эвакусто и Жанна-Мишеля Кусто На северо-восточном побережье Борнео стоит как маяк при входе в гавань мечеть города Сан-Дакан. Команда «Калипсо» выгружает на берег оборудование, необходимое для исследования районов, намеченных капитаном Кусто. Руководит работой Альбер Фолькор. До свидания, желаю удачи, но с Богом, счастливо оставаться. Франсуа Сарано, Тири Легенек и Жером Жюльен направляются в пышные джунгли, находящиеся всего в 30 километрах от главного города провинции Сан-Дакан. Почва здесь не слишком богата, но благодаря терапическому климату и обильным осадкам от 180 до 360 сантиметров в год, растения, вырастающие на берегной, достигают высоты 45-60 метров. Следопыты стараются не беспокоить лохматого орангутанга, которому не мешают духота и влажность, неприятные для Сарано и Легенека. Развитие лесной промышленности Борнео заставляет большинство животных скрываться в девственных лесах площадью в 1600 гектаров. Орангутангу тоже пришлось потесниться и уступить лес людям. Его здесь иногда зовут Лешим. Орангутанги живут на деревьях. Они, как истинные кочевники, каждый вечер сооружают себе новое гнездо в густой листве. Они очень любопытны, но все же боятся людей. В сумерках Сарано пытается подойти поближе к Лори. По-нидерландски слово Лори означает «клоун». Маленький лемур уже собрался лечь спать, и ему не нравится человек с фонарем. Отряд решил переместиться туда, где попрохладнее, на склон Кенебалу, высшей точки Борнео. Высота горы 4100 метров, а расположена она в северо-западной части штата Сабах. Гора стала пристанищем роскошных хищных цветов, вроде вот этого цветка забвения, который хранит в своем листе кувшинчике около 4 литров сладкой росы. В сопровождении гида Раймон Амадио и Тири Легенек посетили этот ботанический рай. Натуралист Джон Уайтхит составил подробный каталог местных птиц и бабочек, а также всех разновидностей орхидеи. Здесь их более тысячи. Здесь растет уникальный цветок рафлезия. Рафлезия – самый большой цветок в мире. Ее диаметр превышает 1 метр, а весит она более 10 килограммов. Рафлезия – растение паразит. Она распускается на лиане всего за несколько часов и увядает через 7 дней. Это единственное место на Земле, где можно ее увидеть. К сожалению, аромат рафлезии не соответствует ее красоте. Возможно, этот мерзкий запах привлекает мух, собирающих нектар. В провинции Собах, на севере Борнео, Сараноле, Генек и Кублонис идут вслед за проводником к местным пещерам, где жители 3-4 раза в год собирают ласточки на гнезда. Рафлезия – растение паразит. Это первая встреча экспедиции с одним из племен, проживающим на Борнео, племенем Идахан. Они приезжают в эту деревню, чтобы собирать гнезда. Право собирать гнезда передается от отца к сыну. Неприступные утесы нависают над краем Савау. Это место интересно не только огромным количеством птичьих гнезд. Здесь ведутся важные археологические раскопки. Наши исследователи идут вслед за местными жителями в темные, влажные, пахнущие птичьим пометом пещеры. Это просто непередаваемый запах. КОНЕЦ Собиратели гнезд, подбадриваемые криками родных, ставят бамбуковые леса со страховочными петлями. Они ловкие и быстрые скалолазы, и это неудивительно. Тренируются они с самого детства. КОНЕЦ 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 Ласточкин гнезда – смесь морских водорослей и перьев, склеенных птичьей слюной. Ласточкин гнезда Свадьба – подходящий случай для команды «Калипсо» познакомиться поближе с народом Баджау. По традиции, невеста должна оставаться серьезной на протяжении всей церемонии. Ритуальный танец «Андигуа» исполняется под музыку, в которой чувствуется влияние Запада. Танцорам нужно дать денег. Вместо традиционных украшений женщины все чаще вплетают в волосы современное украшение. «Калипсо» 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 Праздник окончен. Рассвет позолотил рыбацкий поселок. Все дома тут традиционно строятся на сваях. В каждом поселке есть мечеть, поскольку почти все Баджау – мусульмане. Воскодонки Баджау возвращаются на родные песчаные насыпи. Полуголодное существование этого мирного народа целиком зависит от приливов и отливов. Центральные власти не регистрируют рождение, вступление в брак и смерть Баджау. От некогда огромного племени осталось несколько сотен человек. Берега Сабаха – царство нищих крестьян. Плавучие дома Баджау – липы, кроют пальмовыми листьями. Если штормовый ветер сдует крышу, хижину накрывают старыми парусами. Все Баджау с младенчества знают все о приливах, течениях и перемещении рыбьих стай. Кусто решил наведаться в одну из плавучих деревушек. Баджау живут одной общиной под эгидой вождя, которая обязана улаживать редкие раздоры, возникающие между соплеменниками. Согласно традиции, женщины заботятся о детях и занимаются домашним хозяйством, а мужчины добывают пропитание. Излишки рыбы продают или обменивают на рис и овощи. Многие молодые Баджау покидают бедные поселки и ищут работу на суше, если, конечно, у их родителей хватило денег, чтобы заплатить за обучение. Лайти тоже живет в городе, но великолепно знает жизнь рыбаков. Он представляет Кусто, свою семью, своих братьев. Они никогда не покидают свои липы, говорит Лайти. Здесь они живут, спят и питаются. Некоторые семьи отправляют детей в школу, но далеко не все способны заплатить за перевозку и обучение. Вся их жизнь связана с морем. Они понимают, что для их народа это единственный способ выжить. Доход у рыбаков убогий. Они живут по принципу «будет день, будет и пища». Выкапывают из грязи червей для наживки. В море Баджао ходят на выдолбленных лодках собственного производства и забрасывают пятиметровые сети с грузилами. Желая понаблюдать за рыбаками, водолазы Калипса ныряют со специальной платформы для погружения. У рыбаков самодельные очки, сделанные из бамбуковой коры. Подобные очки носят ловцы жемчуга. Улов сегодня небогатый, но его по-братски разделят между всеми. В общении Баджао царит равноправие. Только это племя имеет право ловить рыбу в здешних водах. Баджао из другой общины может наловить себе рыбы только для еды, не более. Забрать улов домой без оплаты он не имеет права. Впрочем, оплата невелика, штраф за браконьерство гораздо выше. Если я захочу наловить больше рыбы, мне придется платить деньги вообще на Баджао, и это справедливо. Таким образом, Баджао увязывает сохранение необходимых им рыбных ресурсов с законами гостеприимства. Грунг. Грунг. Идем. Грунг. Грунг. Играет музыка Дети тоже при деле. Они собирают ракушки на берегу. Их занятие прервано внезапно налетевшим штормом. Но никто не пугается. Море и небо в этих местах ведут постоянный и не всегда мирный диалог. Тетишки не боятся разбушевавшейся стихии. Они целыми днями играют на берегу и видят море в разном настроении. Один мальчик воспользовался штормом, чтобы увеличить скорость своей лодочки. Он тщательно пытается бороться с ветром. Он так же, как и его отец, и отец его отца, скоро научится перемещать свое жилище, спасая его от капризных океанских течений. Ему тоже уготована участь свободного, безземельного человека. Калипсо идет вдоль побережья Сабаха, в северо-восточной части Борнео, где разместились деревни Баджау. Большинство населения давно уже позабыло свою кочевую жизнь на борту Липы и выбрало оседлое существование в свайных постройках. Это очень удобно, не надо платить ни налогов, ни арендной платы. Кроме того, дом очень похож на их прежние жилища Липы. Кроме того, дом очень похож на их прежние жилища Липы. Кусту хочет высадиться в поселке, выросшем на отмеле. На берегу, как обычно, играют дети. Лай-Ти-де-Сак приводит его в дом к вождю бывшего кочевого племени. На вид ему лет 60. «Помнит ли он то время, когда жил в Липе?» – спрашивает Кусту. «Ему нравилось там жить или оседлая жизнь ему больше по вкусу?» Выясняется, что вождю нравится жить в доме с телевизором, поэтому он намерен и дальше жить на суше. Он не хочет возвращаться в мангровые болота. «Если бы он был волшебником, что бы он сделал для своих детей? Какой жизни пожелал бы своим внукам?» «Если бы он был волшебником, что бы он был волшебником, он был вновь». Главная его мечта, чтобы его внуки нашли хорошую работу в городе Меня огорчает такой ответ Неужели жизнь в мангровых зарослях так тяжела, что люди охотно расстаются с ней? Неужели они не помнят, как выводили на рассвете в море свои лодки и были царями света и воды в спокойном плавучем раю? Пожалуй, нам надо самим в этом убедиться Мне не дает покоя тайна мангровых зарослей Борнео Нет прохода? Давай повернем назад и обогнем с другой стороны Или там тоже прохода нет По возвращении на Калипсо я собираю всю команду и задаю вопрос Согласились бы вы провести три дня в мангровых зарослях? Без удобств, нужно самим добывать себе пищу, ловить рыбу, собирать плоды и корени спать в лесу и все такое прочее Боитесь? Я бы, пожалуй, рискнул Ну так в чем дело? Ну так в день Субтитры делал DimaTorzok Сарано и Коблонис вызвались провести три дня и две ночи в лесу без почвы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Взяв с собой только самые необходимые кочевники на час, под неусыпным надзором камеры направляются к мангровым зарослям. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Одно за другим появляются из морского ила живые существа. Добавил DimaTorzok Ползучие рыбы лоцманы на суше чувствуют себя так же комфортно, как в воде. Иногда они даже взбираются на деревья. Макаки Макаки Добавил DimaTorzok Сарано и Кубланис наткнулись на сети, застрявшие в небольшой протоке между корней. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вечером грязные и мокрые они нашли себе пристанище среди ветвей. Вечером грязные и мокрые они нашли себе пристанище среди ветвей. Очень вкусно! Вечером грязные и мокрые они нашли себе пристанище среди ветвей. Вечером грязные и мокрые они нашли себе пристанище среди ветвей. Пора найти какое-нибудь тихое место и бросить якорь. Они спят под звездами Борнео, а жавые птицы исполняют для них ночную серенаду. Солнце заглянуло в мангровые заросли, и наших лесных жителей будет клёк от летящего орла. На побережье, где когда-то высадился Дюмон Дюрвиль, водится огромное количество обезьян-носочей, прозванных так за огромный нос. Члены команды этого мореплавателя увидели носочей и встревожились, приняв их за дикарей. Но потом поняли свою ошибку и полюбили красивых, жизнерадостных созданий, которые, завидев человека, быстро прячутся. Музыка 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 Сарано и Кубланис уже третий день в лесу, и это утро начинается с поисков пищи. Устрицы, которых они нашли накануне, оказались вполне съедобными. Музыка 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 Они все маленькие. Они не милые. Они не милые. Они не милые. Погружение под воду дает им возможность очутиться в знакомой стихии. Бажао верит в злобных водяных, но наши исследователи не суеверно и отважно спускаются под воду. В мрачном лабиринте, образованном корнями деревьев, гуляет эхо, словно в подземелье старого заброшенного замка. Какие сокровища хранят эти суровые стражи? Вскоре мангровые заросли раскрыли водолазам свою главную тайну. Это огромный питомник. Множество личинок и мальков вьется меж корней. Субтитры создавал DimaTorzok Раки-отшельники Добродушный Аракан Крошечные карпозубики, прилепившиеся к корням. Ласковые воды, защищенные мангровым покровом, охраняют и поддерживают жизненный резерв, который завтра обогатит открытое море. Субтитры создавал DimaTorzok Мир без тверди сулит жизнь и свободу для людей без земли. Вот в чем секрет мангровых зарослей Борнео и рыбаков Баджао. Проведя три дня и две ночи, в бесконечных приключениях, храбрые исследователи возвращаются на Калипсо. Меня чуть волной не смыло, приливом. Правда, метр сорок высотой. Что верно, то верно. А рыба там, как его, вся кухня была на мне. Я так готовить научился. Рядом с берегом гремят взрывы, и над поверхностью вздымаются водяные столбы. Отправляемся на разведку. Есть закон, запрещающий глушить рыбу взрывчаткой, но маленьким рыболовам он не писал. Они не только губят рыбу всех размеров, но и безвозвратно губят подводные коралловые рифы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они ныряют с допотопным резиновым шлангом, питающимся от компрессора, что очень опасно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этому малышу еще не от 10 лет, но он держит в руках нить жизни своего приятеля-ныряльщика. Он тоже усвоил, что для выживания необходимо разрушать. Невзирая на людскую расточительность, древние плавучие джунгли Борнео с немыслимой щедростью без устали возрождают жизнь. Музыка 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 Жвонки ночи Борнео. Музыка 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 Тебя уж тянет вернуться назад? Фильм озвучен студией ИНИС по заказу «Союз Видео». Субтитры создавал DimaTorzok